Третье видео про аналитиков брокера открытия, клиентом, в котором я являюсь. Я обещал рассказать о том, стоит ли доверять этим аналитикам и что они публикуют по этому поводу. Сейчас я исполняю это обещание. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Смотрите, аналитики брокера открытия регулярно публикуют свои идеи о том, что, по их мнению, стоит купить на фондовом рынке, какие акции. И самое интересное в этом смысле, что у нас у всех, у тех, у кого открыт брокерский счет в открытии, есть аналитика рынка, так называемая, где как раз можно посмотреть на эти торговые идеи, что самое интересное здесь, на мой взгляд, это закрытые идеи. Смотрите, вот в аналитике рынка есть торговые идеи и здесь, смотрите, закрытые технические идеи. То есть, у них есть технические идеи, есть фундаментальные идеи. Технические идеи, которые основаны на техническом анализе, фундаментальные на фундаментальном анализе. Ну, это кому как нравится на самом деле. 25 технических идей закрыто за последние 6 месяцев. Из них 16, то есть из 25, 16 оказались прибыльными, то есть 64% торговых идей технических оказались прибыльными. Суммарная доходность и прибыльных, и убыточных 107,79%. Однако, теперь по фундаментальным. Было 63 фундаментальные идеи закрыто за 6 месяцев, из них 93,65% оказались прибыльными. То есть, 59 из 63 фундаментальных идей оказались прибыльными. О чем это говорит? О том, что в фундаментальном анализе аналитики брокера открытия сильно лучше. Но при этом 34 из них были лучше бенчмарка, то есть 54%, что тоже, в общем-то, неплохо. Вот таким образом. То есть, лучше бенчмарка. А здесь они сравнивают с бенчмарком, то есть с индексом биржи. Соответственно, значит, смотрим. Дальше. Торговые идеи. Вот я выбрал вкладочку «Закрытые». Мне самое интересное. Закрытые, конечно, и результат идей. Смотрите. Cisco Systems, они рекомендовали дата закрытия 09.09.21. То есть, только что они рекомендовали ее закрыть. Дата создания 26.06.2019. То есть, идея просуществовала 2 года буквально. Цена открытия позиций 56.44. Цена закрытия позиций 58.68. Причина закрытия. Цель достигнута. Результат идей – 10.39. Доходность бенчмарка – 54.9. Ну, насколько я понимаю, она хуже бенчмарка оказалась. Так. Так, Cisco Systems тоже самое почему-то. Но я так понимаю, что у него была другая. А, это на глобальном рынке. То же самое абсолютно. То есть, ничем не отличается. Следующий. Евро-Шерс Ультра-Евро. Изменение фундаментальных условий. Результат идеи – минус 10%. Фактически. Доходность бенчмарка – 72.6. То есть, вот здесь убыточная идея оказалась. Изменение фундаментальных условий. Вот так. То есть, что-то там произошло с фундаментальной точки зрения. Следующая компания – Spotify. Цель достигнута. Соответственно, выше, чем бенчмарк. Все хорошо. Ну, то же самое Spotify. Amazon. Цель достигнута. 7.32. Доходность бенчмарка – 0.2. Все хорошо. Amazon. BP в финансовых и рыночных инструментах. Это PIF. Цель достигнута. 23. Доходность бенчмарка – 49.8. Но это PIF, ребята. Это консервативная инвестиция. X5 Retail Group. Цель достигнута. 7.12% доходности. Доходность бенчмарка – 0.58. Выше, чем бенчмарк. NextEra Energy. Цель достигнута. Ну, здесь можно показать еще. Я думаю, что если вы являетесь клиентом брокера «Открытие», то у вас тоже есть доступ к этому разделу. Я просто хотел акцентировать на том, что, во-первых, у всех клиентов брокера «Открытие» есть доступ вот к этой аналитике. Вы можете на нее посмотреть. Возможно, вы на нее не обращали внимания до этого видео. Сейчас вы обратите внимание. Вполне себе интересные идеи. Вполне себе можно пользоваться, на мой взгляд. И суммарная доходность 17-79% внушает, вообще говоря, ну, как бы, это по результатам. Это, как бы, такие идеи. Я повторяю, что аналитики брокера «Открытие» – это люди, которые управляют огромными капиталами. Это те люди, которым доверяют инвесторы с огромными деньгами. Поэтому, ну, если люди с большими деньгами доверяют, почему бы не доверять и вам? Вот таким образом. Ну, а на сегодня, наверное, все. Я хочу только на прощание сказать, что пишите вопросы, что вас еще интересует по поводу «Открытие». А если вы еще не являетесь клиентом брокера «Открытие», то сайт demetkov.ur.com «Открыть брокерский счет брокера «Открытие». Пожалуйста, и там вам придет информация о том, как это сделать, как абсолютно бесплатно, как открыть брокерский счет, как его пополнять, если вы еще не начали этого делать. И вообще масса полезной информации. И кроме всего, я вам скажу, что за вами будет закреплен менеджер, ну, достаточно грамотный, потому что вы пришли от меня. А если вы пришли от меня, то это, ну, как бы, ну, считается, у «Открытия», я считаюсь на хорошем счету, и, ну, просто люди борются за тех клиентов, которые пришли от меня. Потому что с ними маломороки, и они уже достаточно грамотные. Вот таким образом. Еще раз. demetkov.ur.com «Как открыть счет брокера «Открытие». И вам обеспечено хорошее обслуживание у брокера, и это лучший, на мой взгляд, российский брокер. До встречи. С вами был Деметков Юрий.